Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Вести с полей, как продвигается строительство тренировочных стадионов для Чемпионата мира по футболу 2018, оценили глава «Анапы» и представитель Краевой прокуратуры. Новая жизнь старого клуба. Жители поселка Виноградный получили в подарок юбилею местного Дома культуры, его новую форму и содержание. Воспитатель 2017, как вторые мамы, подтверждают квалификацию, получают новые знания в вопросах воспитания детей. Завершено строительство дороги, соединившей небольшой жилой район Витязева с улицы Горького. Удобные автомобильные съезды, новые элементы благоустройства появились по поручению главы «Анапы». Юрий Поляков побывал на месте и оценил улучшения. Достаточно широкая проезжая часть, пешеходная дорожка с высоким ограждением, пермидальные тополя по краям. Около 100 метров дороги проложили за счет средств «Жемчужной России». Инвестиции на пользу и санаторию, и витязецам. У жителей микрорайона под названием «Чайка» появился собственный въезд на дорогу. До этого машины ездили по внутренней дороге лагеря. Это небезопасно. В «Жемчужной России» летом много детей. Кроме того, у здравницы появился пожарный проезд. Сложностей не было никаких. Мы подготовили проект. Проект получил положительную экспертизу. Подали все необходимые документы в администрацию города. И 15 августа мы получили разрешение на строительство. Полнейшее содействие. Все специалисты всех служб были здесь на месте. В том числе помогали с решением вопросов по разметке, по привязкам. Им советовали, что где посадить. То есть содействие было со всех сторон. Большое спасибо. Александр Сай живет здесь 27 лет. Работал в милиции. Нововведение оценивает в целом положительно, хотя и с оглядкой. С одной стороны, да, удобнее. Потому что та разбитая дорога удобнее. Да, красиво сделали. Поэтому сейчас удобнее. Но зимой будет, мне кажется, не совсем удобно. Потому что, если моя Волга, она заднеприводная, она уже не поднимется, если будет гололед. Витязицы задумываются о дальнейшем благоустройстве. Есть те, кто считает, что склон, обращенный к поселку, следует укрепить. Учитывая то, что поворот сочетается со спуском, требуется установить дорожное зеркало. Также они просят решить вопрос с освещением новой дороги. Поддерживать контакт с жителями Чайки руководство «Жемчужины России» рекомендовал глава Анапы. Ведь в первую очередь все преобразования делаются для людей. Люди что говорят? В конце концов, это все то, что делали, делали для людей. Люди оценивают, люди довольны. У людей есть несколько вопросов, которые они, как не специалисты, задают. Но наши специалисты снимают. Замечаний больших нет. Они очень довольны. Дополнители они хотят. Детскую площадку. Молодец, что сделал. А тротуар? Молодец. От рождения. Сейчас они хотят дополнительно детскую площадку. Дадите поручение детскую площадку поставить. Дадим поручение. Только скажите, где вы хотите ее поставить? Это пусть они определятся. Покажут место, где больше всего. По деревьям. По деревьям. Неплохие деревья, но я хотел, чтобы они не посохли, эти деревья. То есть за ними надо ухаживать. Поливать будет прекрасная аллея. Тополиная аллея тянется вплоть до автобусной остановки. Она, кстати, тоже претерпела изменения. Стала комфортнее и безопаснее. Подвинули. Метра на два, наверное, да? Вот как по нормативу должно быть. По нормативу. От кромки дороги до остановки 6 метров. Все согласовано. Все согласовано. Они были. Посмотрели. Отлично. Отлично. Все замечания, которые были, попросили еще больше что-то отодвинуться. Мы отодвинули. По их поручению уже по размеру все делали. Все правильно сделали. Но надо тут заканчивать, опаловку снимать. Подготовьте проект благоустройства здесь. Проект благоустройства. Я попрошу вас своими силами. Наведем здесь немножко порядок. То есть оно уже все такое здесь не очень свежее. И плитка все. И по проекту посмотрим. И что сделаем. Не против. Юрий Федорович поблагодарил руководство «Жемчужной России» за выполненное поручение. Ход всех ремонтных и благоустроительных работ на контроле под личную ответственность поручил взять своим заместителям Юрий Поляков. Чем заняты коммунальщики, отчиталась Анжелика Бузунова, заместитель главы Анапы, курирующая сферу ЖКХ. Построено 2,5 километра тротуаров. Отсыпано почти 16 тысяч кубометров щебня. Продолжается асфальтирование дорог в городе и сельских округах и прочистка ливневой канализации. Ремонт здания бывшего военкомата на улице Крымской. Подготовка к зиме городских фонтанов и системы автоматического полива. Проектирование велодорожки еще полутора километров по Пионерскому проспекту от улицы Кольцевой до пансионата «Кристалл». На каждом из этих участков трудятся работники муниципального предприятия «Ремстрой». Как и на благоустройстве прогулочной зоны на улице Гоголя на участке от Черноморской до Таманской. В городе и сельских округах продолжается ремонт автомобильных дорог, отсыпка щебням и асфальтирование. В настоящее время по асфальтированию улиц работа выполнена в Гастагаевском. Асфальт 2350 квадратов выполнено в Блаковещенском. В 1850 квадратах в Первомайском. В Хуторе Большой Разнопол. Перелок Школьный в асфальте 420 квадратов. В данный момент идутся работы по асфальтированию улиц в Гайкозоре. Улица Новосела в асфальте 2000 квадратов выполнена на 30%. Работы продолжаются в Жигинском сельском округе. Улица Центральная в асфальте 150 квадратов. В Первомайском. Чеконик. Улица Молодежная в асфальте 1750 квадратов. По улице Ленина 1350. Здесь работы продолжаются до конца ноября. Эти работы будут выполнены. Управление ЖКХ выдает главам округов талоны на вывоз щебня для отсыпки проезжей части дорог. За дорожным материалом очередь должна выстраиваться, говорит Юрий Поляков. Тем более, что поток обращения на пчан на тему ремонта дорог не истекает. В первую очередь мы все здесь работаем для людей, для народа. Вот пришла жалоба, нету столба. Значит, это звонок. Надо ехать, смотреть или посылать там главу сельского округа, надо делать. Приходит женщина, жалуется, там не отсыпали, там не отсыпали. Вы даже не поверите. Вот главы сельских округов, все весь грунт выбрали, этот щебень. Весь выбрали. Приходит женщина, говорит, а у нас вообще ничего не сыпят уже 10 лет. Ну в чем проблема? Машины нету. Ну давайте мы найдем вам машину. Ну давайте по людям опройдитесь. Посмотрите улицы у себя, что там с улицами сделано. Хороший щебень дали Бузуновой. У нее есть, она дает. Это не мура, это белая. А хороший щебень. Выбирайте, вывозите, досыпайте, делайте, улучшайте. Ну почему люди идут, жалуются? Знаешь, вы на месте ничего не делаете. Это касается всех глав сельских округов. И графики мне, пожалуйста. До конца года запланировано выполнить отсыпку щебнем без малого 40 тысяч кубов, асфальтирование на площади 21 тысяча квадратных метров и построить 2,5 километра тротуаров. В Анапе с рабочим визитом побывал первый заместитель прокурора Краснодарского края Владислав Малкин. Вместе с главой города-курорта Юрием Поляковым он проинспектировал строящиеся тренировочные базы для команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018. Заказчиком работ выступает Управление строительства Краснодарского края. Главные критерии – соблюдение сроков и качества. 8 тысяч квадратных метров площадь будущего футбольного поля Витязева. Делается все по международным стандартам. Сейчас подрядчики создают основу подполя, планируют строительство административных зданий. С особой тщательностью подходят к созданию системы коммуникаций. Мы расположили свои объекты, перепроектировали их так, чтобы сохранить все охранные зоны вокруг этой сети. То есть только изменения на координатах расположения объектов? Да, все верно. Но это за собой несет, скажем так, перепроектирование сетей подводящих инженерных. Техническим заказчиком выступает Управление строительства Краснодарского края. Соблюдение сроков и качества – их ответственность. Муниципалитет оказывает всю необходимую помощь. Общая сумма финансирования на создание двух современных стадионов – свыше 250 миллионов рублей. Прокуратура осуществляет надзор за расходованием средств и контролирует ход работ. Небольшое отставание в графике есть. Связано оно с заменой подрядной организации и корректировкой проекта. В течение 10 дней подрядчик обязуется приступить к укладке газона. Для создания надежной основы поля осталось разровнять 600 кубометров песка. Обращаясь к главе Анапы Юрию Полякову, первый заместитель прокурора Краснодарского края просит еженедельно контролировать стройку. А вот подрядчиков буквально предупреждает – в соседнем Геленджике недобросовестные строители попали в прицел внимания правоохранителей. Я вам хочу пояснить, как пока претензии в отставании вопроса по коллеге, так назовем, вашему, который недобросовестно исполнал свои обязанности в Геленджике, уже уголовно правоооценка. Смотрят такое количество подразделений, в том числе и оперативных, и специальных служб, которые похитить не дадут. Поэтому вы несколько раз подумайте, и каждого из своих работников на это, так сказать, сориентируетесь. Не получится. Вот в установленный срок нужно будет все доделать, иначе никто этого не поймет. Ни нас, ни вас. Ваша задача, вы уже понимаете, у вас руководитель поменялся? Да, здесь поменялись. Поэтому, ну, как бы, вы, ну, тогда поактивнее, а то вот со стороны смотреть. Со стороны не надо сейчас смотреть. Сейчас надо вникать в каждую проблему и знать ее до мелочей. Поручение для анапских прокуроров вместе с администрацией города-курорта осуществлять ежедневный мониторинг будущих спортивных объектов. Дом культуры поселка Виноградный отпраздновал свою 60-летнюю годовщину. В этом году праздник двойной. Юбилей селяне отмечают в обновленном здании. Благодаря проекту «Местный дом культуры» от партии «Единая Россия» учреждение получило средства на модернизацию обновлений материально-технической базы в размере 2 миллионов рублей. Это единственный дом культуры в муниципальном образовании, который получил федеральные средства на ремонт. Так что этот день войдет в историю не только поселка Виноградный, но и Анапы. По привычке местные жители его называют сельским клубом, но по факту теперь это современный дом культуры. Новые кресла, обновленная одежда сцены, современное звуковое и световое оборудование. Подарить вторую жизнь культурному центру села стало возможным благодаря участию в программе по софинансированию местный дом культуры, которую организовала партия «Единая Россия». Мы вошли в эту программу единственной в Анапском районе. Два миллиона – это просто сказочная, фантастическая абсолютно цифра. Не верили мы, что нам так повезло. Но, да, действительно, деньги были выделены. Выделены деньги. И постарались сразу же подготовить документацию вот именно на приобретение самого необходимого для того, чтобы выступления оказались каждым разом все более современными, все более красивыми, профессионально подготовленными правильно. Ну, вот и сегодня открытие. Весь вечер со сцены звучали поздравления и добрые слова пожеланий в адрес клубных работников и всех селян. С этого дня здесь началась новая культурная жизнь. Было сказано, дом культуры, клуб. Наверное, скажу немножко по-другому. Это душа. Это то место, где мы можем вместе собраться, где все друг друга знают и рады видеть. Мы знаем, сколько здесь героев социалистического труда, сколько здесь орденоносцев, сколько здесь было музыкантов. И какой здесь жив и живет прекраснейший народ нашего города-курорта Анапа. Я хочу поздравить вас, потому что вы сберегли это. Потому что это не только дом культуры, это история нашего государства. Помощник депутата Государственной думы Ивана Демченко Светлана Хижняк от его имени выразила слова благодарности за реализацию важного партийного проекта, которое стало возможно благодаря усилиям целой команды городской администрации, депутатов и руководства Дома культуры. Данный проект Местный дом культуры подразумевает с собой финансирование местным бюджетом 10%. Это очень выгодно для муниципалитета. Самая основная задача – это собрать правильно пакет документов и суметь его подать в определенные сроки. Они реализовали этот проект в полном объеме. Поэтому это совместная работа всех. Поэтому всем огромное спасибо. И такой бы команды всем и побольше. Для местных жителей это настоящий подарок. Ведь теперь культурная жизнь поселка получит новый импульс в развитии, что, несомненно, скажется и на творческих успехах каждого ребенка. В нашей жизни Дома культуры занимает большое место. Мы сюда ходим уже четвертый год. Занимаемся в коллективе «Волшебная маска» руководителя Оксана Григорьевна. Мы занимаем призовые места. И вообще детям есть чем заняться, есть куда ходить. Здесь танцевальный, вокальный, театральный коллектив. Нам нравится, потому что на любой праздник всегда у нас концерты. Всегда у нас висят объявления о том, что будет проходить. Танцевальные, вокальные. Я пошла на театральный кружок Оксане Григорьевне Логутенко. И четыре года занималась. Поступила в Северский колледж культуры на театральное творчество. И сегодня я пришла на праздник и просто до слез. Мне так хочется, мне так очень хотелось на этой сцене сегодня побыть. Я счастлива, что я сегодня приехала сюда и увидела родные лица. Свои лучшие номера юбилярам подарили творческие коллективы городского театра ДК Станицы Благовещенской, села Юровка и Гайкадзура. Реализация этого проекта – отличный пример, как можно привлечь федеральные средства на решение вопросов местного значения. На данный момент идет сбор документов на участие в проекте и еще пяти сельских домов культуры. В Анапе стартовал муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2018». Девять участников из детских садов-курорта представят свои проекты, а также поделятся новыми методиками обучения. Сегодня в детском саду номер 12 прошел второй турочного этапа, включающий в себя два задания. С помощью мастер-классов и лекционных выступлений педагоги показали свой профессионализм и умение общаться с детьми. Я не могу сказать, что это неправильный вариант. Дети ведут так, но мы немножечко, но и дети в данный момент. Для своего проекта Галина Киевская выбрала тему «Эвристическая технология развития». Ее суть заключается в творческом решении проблемы, а также в развитии воображения и внимания. В конкурсе воспитательница участвует второй раз. Для нее это очередной этап саморазвития и возможность научиться чему-то новому. Воспитатель работает в сфере дошкольного образования уже 8 лет. Признает, что общение с детьми вызывает у нее самые теплые чувства. Они умеют мотивировать, а иногда даже дают советы. Это очень интересно, потому что на самом деле вся наша жизнь, вроде мы взрослые, но мы постоянно в детстве. То есть мы окунаемся в мир детства каждый день, играя с ними, проживая их жизнь, свою жизнь, так как дети, они же в большей степени в детском саду, то есть они общаются с нами. И поэтому лично для меня мне это нравится. Создавая какую-то игру, я ее проигрываю сначала сама, и как ребенок, поверьте, у меня восторг, когда у меня получается. Если не получается, я начинаю как-то вот это все перерабатывать, перегручивать, либо даю детям, и дети мне уже дают толчок, для того, чтобы я это закончила, или же оставила так, как оно есть. Они все лучшие. Они взяли на себя ответственность защищать свои дошкольные учреждения и кто-то из них будет защищать честь нашей Анапы на Кривом конкурсе. Я вам всем желаю успехов, удачи. Вы уже победители. Конкурсантки уже прошли первый заочный этап. Он включал в себя интернет-портфолио и эссе на тему «Я педагог». Сегодня на мастер-классе жюри оценивали глубину и оригинальность работы, ее практическую ценность, а также коммуникативные навыки педагога и его умение доступно изложить информацию. По словам организаторов, конкурс – это не только шанс проявить свои лучшие качества, но и возможность обменяться опытом с профессионалами. Это конкурс профессионального творчества. Он помогает выявить в педагоге и публичную личность, и умение вести диалог с публикой, и умение взаимодействовать с детьми, показать свои лучшие профессиональные качества. Это конкурс, который интересно смотреть, это новинки в области педагогики дошкольного образования. По итогам первых двух туров, пять участников, набравшие большее количество баллов, станут лауреатами. Они пройдут в третий тур, где будет определен победитель. Воспитатель, занявший первое место в муниципальном конкурсе, представит Анапу на краевом уровне. В Анапе не страшен вирус гриппа. В Управлении здравоохранения заверили, что благодаря вакцинации на курорте удалось создать так называемую иммунную прослойку, которая не позволит распространиться заболеванию. Итоги осенней прививочной кампании таковы. Защиту от гриппа получили более 50% населения. Вакцинация стартовала в начале осени. Всего привито 105 тысяч человек, из них 32 тысячи – дети. По словам медиков, этого достаточно, чтобы не случилась эпидемия. Я считаю, что создан у нас коллективный иммунитет. Это тот барьер, который не позволит дальше распространяться вирусу гриппа. Вакцина хорошая, трехкомпонентная. Она дает возможность защитить именно от самого патогенного, тяжело протекающего гриппа. То есть меньше будет осложнений. Привитые люди вообще не имеют осложнений. Грипп протекает в легкой и средней тяжелой форме. Тяжелых, как правило, смертельных случаев у привитых нет. Поэтому мы надеемся, что этот эпидемий сезон пройдет благоприятно. Первые вспышки гриппа приходятся на конец декабря. Тяжелее всего заболевания переносят грудные дети и пожилые люди. В зону риска попадают и те, кто отказался от вакцинации. Однако все же еще не поздно поставить заслон вирусу. Сделать прививку можно до 15 ноября в городской поликлинике. Процедура бесплатная. Укрепить иммунитет можно не только с помощью вакцинации. Немаловажную роль в этом играет питание. Чтобы организм мог противопостоять гриппу и простудным заболеваниям, очень важно с пищей получать все необходимые витамины, микроэлементы и жирные кислоты. Рекордсменами по их содержанию являются рыбы и морепродукты. Ну а самой полезной считается королева деликатесов красная и черная икра. Но здесь есть одно важное условие. Продукция должна быть свежей и качественной. В Анапе есть магазин, в котором это условие соблюдается всегда. Гастроном Север. Красная икра – продукт исключительно питательный и полезный. Деликатес почти на треть состоит из легкоусвояемого белка, полиненасыщенные жирные кислоты, йод, фосфор, железо, калий, фолиевая кислота, витамины А, Д и Е. Красная икра содержит все необходимые вещества для здоровья человека. Ее рекомендуют употреблять не реже двух раз в неделю и обязательно включать в детский рацион. Но при этом выбирать только качественную, проверенную продукцию. В Анапе такая представлена в Гастрономе Север. Продукция вся поставляется с Дальнего Востока. Что-то мы берем напрямую от импортеров. Это Чили, Новая Зеландия. У нас есть свое предприятие на Дальнем Востоке по добыче и переработке. То есть мы берем напрямую со своего завода всю продукцию. Все это сопровождается ветеринарными свидетельствами, сертификатами, качеством, декларациями соответствия. Все полностью, также все это отслеживается ветеринарным врачом. То есть продукция вся абсолютно сертифицированная, вся свежая. Для особых случаев здесь есть и особый деликатес. Именно так должна выглядеть настоящая качественная черная икра. Речайший продукт, обладающий по-настоящему целебными свойствами. Гурманы точно оценят. Однако и кроме икры здесь есть чем полакомиться. Широкий выбор любых морепродуктов из северной рыбы. Лосось, семга, тунец, кита, форель, горбуша, чавыча и другие вкусные представители морей и океанов. Свежая и вареная мороженая креветка, лангустины, ботан. Что примечательно, покупая в гастрономе «Север», вам не придется переплачивать за лед. В приготовлении используется только сухая заморозка. В широком ассортименте мидии и кальмары, вкуснейший камчатский краб, а также сушеная и вяленая рыба. Одним словом, без улова отсюда не уйдешь. Отмечают многочисленные покупатели. Свежее качество всегда. Хорошие морепродукты, приемлемая цена. Все всегда очень вкусно. Я как житель Дальнего Востока, сама с Владивостока, очень скучаю по такой красной рыбе, красной икре. Здесь такого именно нет. Поэтому это крутой магазин. А где находится на юге-север, уже знают все любители продуктов Дальнего Востока. 12-й микрорайон, улица Астраханская, 75 Г. Въезд во двор со стороны заправки. Приближая Новый год, торгово-развлекательный центр Красная площадь уже начал подготовку к главному празднику зимы. Сегодня сотрудники центра приступили к монтажу новогодней ели. Искусственная красавица высотой в 15 метров сделана по аналогу уральской сосны. Над монтажом главного символа Нового года трудится бригада из 10 человек. Работа трудоемкая. Каждую ветку необходимо достать с консервации, очистить от пыли и распушить. Всего рабочим предстоит привести в порядок более 2,5 тысяч составляющих частей. После чего их установят в каркасную металлоконструкцию. Но даже частично смонтированная елка уже вызывает предновогоднее настроение у гостей и жителей Анапы. Это просто удивительно. Удивительно потому, что у нас в Новосибирске ее ставят только в декабре. И на месяц раньше приходит праздничное новогоднее настроение. Это просто чудо. Это просто сказка. Очень прекрасно. Настроение должно подниматься. Очень даже позитивно к этому отношусь. Хорошо. Это создает такую некую волшебную традиционную атмосферу. И создается уют. У людей наконец появляется новогоднее настроение. Все работы планируется завершить в течение двух дней после монтажа веток. Елка будет украшена новогодними игрушками и световой элиминацией. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Субтитры создавал DimaTorzok